Приветствую вас, вот вы пишете о том, что встречаетесь с девочкой, что очень сильно ее любите, вот, но у вас есть зависимость от нее, вам хочется все время ее обнимать, быть рядом, общаться и с ней вам очень тепло, а без нее плохо. Вот, нужно, нужно, чтобы вы сами проанализировали, откуда это происходит. Это чувство, чувство тепла от нее, откуда точно вам плохо без нее, да? Что это за чувства такие? С чем они связаны, эти чувства? Что они из себя представляют, эти чувства? Понимаете? Вот, например, вы пишете, вам с ней тепло. А что такое тепло? Что оно из себя представляет, это тепло? Ведь когда-то, до того, как вы, ну, встретили девушку, до того, как вы с ней стали вместе быть, вы же были один и как-то жили. Как-то выживали, как-то сформировали свой быт, себя, свою жизнь. Вот. Понимаете? То есть, когда вы встречали ее девушку, а вы на нее, на нее переложили ответственность за что-то, что... касалось только вас. Но здесь, конечно, нужно сказать так, что вы не виноваты в этом, потому что переложить ответственность, а в данном случае вы... по-другому не могли, то есть вы не могли не переложить ответственность. Потому что это ваше желание, оно было у вас, ваше желание, и оно было до того, как вы встретили с девушкой. Вот. Скорее всего. Скорее всего. Скорее всего. Соответственно, вот с этого и нужно начинать. то есть зависимость – это потребность. Да? Зависимость – это потребность. А зависимость – это обесценивание себя. Да? Обесценивание своей личности. Ну, потому что она вам нужна, а без нее вам плохо. Значит, сами себя вы, ну, как минимум, да, не воспринимаете. Как минимум. Вот. Вот. И у этого аспекта тоже есть свои причины. Что вы не принимаете в себе, по какой причине вы не принимаете в себе это. Почему вам плохо? Вот. Кстати, ревность, ревность – это недостаток вашей значимости. То есть, ну, это страх одиночества, помимо всего прочего. Вот. Но, помимо того, что это страх одиночества, да, помимо этого, а вы еще и, значит, не чувствуете свою значимость. То есть, не чувствуете, что то, что вы делаете, вообще, что вы в жизни что-то значите. Вот. И за счет девушки вы пытаетесь это реализовать. Ну, что, конечно, конечно, не очень получается. Это понятно. Ревность – это, опять же, проявление, да, такого эгоистичного, на самом деле, немного, момента, да, эгоистичного момента. Ревность. Того, что, с одной стороны, что я боюсь автосадить, да, то есть, не принимаю себя. С другой стороны, это потому, что я сомневаюсь в себе как мужчину. Вот. То есть, я боюсь, что девушка, она, да, там, будет не за мной. Я боюсь, что она, там, будет с каким-то другим. Вот. И дело здесь не только, не только в том, что мне будет плохо без нее. А дело здесь еще и в том, что, если она будет с другим мужчиной, я буду думать о себе хуже, как мужчина. То есть, я, то есть, я о себе, как о мужчине, буду думать хуже. Вот. Что я, там, недостаточно интересный, недостаточно важный, недостаточно мудрственный и так далее. Вот. То есть, ревность, это означает, что вы сомневаетесь в себе, как мужчина, не уверены в себе, как мужчина. Ну, это вот тоже есть свои причины. Вот. То есть, нужно взять, нужно взять, весь спектр, всю палитру того, что вы боитесь, сделать, для себя, нужно взять всю палитру того, что вы требуете от девушки, да, вот, и рассмотреть ее, эту палитру. То есть, что это за палитра, чего вы хотите сами, вот, и что вы от нее требуете, и на каком основании. Конечно, я так подозреваю, что все дело в том, что вы чувствуете себя недолюбленным, все дело в том, что у вас есть определенная психотическая модель поведения, да, именно психотическая модель поведения. То есть, это такая модель поведения, которая предполагает вашу потребность в, ну, вот, в человеке, да, в другом человеке. Вот. Причем потребность достаточно серьезная, вот. То есть, это подразумевает определенную незрелость, да, вот, духовную, личностную, личностную. Вот. И, соответственно, здесь тоже, тоже вам можно, можно помочь, и, соответственно, здесь тоже можно, можно подкорректировать. Вот. То есть, понимаете, ваша зависимость, она обусловлена, с одной стороны, установками, которые вы получили из своей семьи, с другой стороны, вашими представлениями о самом себе. Ну, и, в-третьих, это ваши желания, конечно, которые сами по себе являются нормальными, сами по себе являются важными, сами по себе являются, значит, ну, тем, что имеет место быть. Но, то, как вы это реализовываете, заставляет страдать и вас, и, собственно, девушку. Поэтому, переоцените, и еще раз, сделайте такую, такую, переоценку того, как вы относитесь к девочке. Вот. И, что вы хотите для нее. И вот уже тогда вам будет понятно, как вы и к ней относитесь, и, исходя из того, что я назвал, вам будет понятно, и в каком направлении двигаться вам. Вот. Значит, убирать зависимость, да, то есть подавлять ее не нужно, потому что зависимость свидетельствует о том, что у вас есть определенные потребности, и с ними, собственно, нужно работать с этими потребностями. Вот. А нужно просто раскрыть ее и грамотно, правильно скорректировать свою модель поведения, свое отношение, свои действия. Вот. А грамотно скорректировать на то, чтобы удовлетворять свои желания, которые у вас есть, и не разрешать свои конфликты и противоречия за счет другого. За счет другой, за счет любимого человека. Вот. Я думаю так, можно ответить вам на ваш вопрос. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.